Давай, вперёд, вперёд, стартуй, стартуй. Смотри, смотри, что творит, ё-моё. Жёсткий, да? Да, здесь он и бросается, блин. Вот есть часть людей, ты понимаешь, которые не любят, не любят советский автопром, ты понимаешь? Вот я, я как бы понимаю его недостатки в общем и целом, но... Понятно, да, что недостатков много. Недостатков много, но достоин сколько, ёлки-палки. Что-то, блин. Слышь, мне нравится, что тут нету ручки. Вот я пытался схватиться за что-то, когда мы летели с горы, и схватиться не за что реально. Так, с Сиротом мы тут едем в гости. Ну, в смысле, ё-моё, как-то нас кидает, слышишь? Это ты, наверное, перегазовал сильно, наверное. Ё-моё. Я вообще не газовал, она что-то самому, блин, так поехала. Само, да? Есть часть, короче, пилотов, что этих... Омыватель работает? Не знаешь? Нет? Ё-моё, омыватель работает, пацаны, это вообще шок. Кстати, в том Запоре у меня тоже, кажется, работает. В этом, в оригинальном. И во неоригинальном. Ты видела, что у него колеса были заклиненные, и он... Да, ну вот вам и Запорожье. Ну вот Поршик, смотри, на номерах. Но спущены. Колеса не ездят на нем. Да, по асфальту это вообще не прикольно, на тебя. По асфальту, да. Чёрт. И тут кусок... Ну так будет чуть-чуть. Ну хотя не очень долго, наверное. Подожди, я просто не все места помню тут. Кто-то восьмерку разобрал. Смотри, тут газончик. Какой-то в какой-то ретро места попали мы. Слышь, как-то бензином воняет чуть-чуть. На квадро-шинах, ты думаешь, будет лучше? На квадро-шинах, конечно, было бы хорошо. На мягких, широких квадро-шинах они мягенькие. Может, может и есть смысл. Но их, понимаешь, в них недостаток. Их по асфальту, на них ехать как бы не очень. А 12-е диски влезут переварить? Ну лучше 14-е, да? Нет, 12-е не влезут. 14-е лучше. А что 13-е квадро-шинах нету? Не бывает, да. Не бывает. Либо 12, либо... Либо 14, либо 15. Ну куда ты лезешь, блин, перед Запорожцем, а? Вот идиот, блин. Вот это, блин, кусок. Тормози. Да не тормози. Не тормозит? Нет. Дебил, блин. Намокли, наверное, эти. Колодки? Да. Я немножко, блин... Ну и, блин, я... Вы понимаете, камеру нельзя вообще выключать, я понял. Она должна быть как регистратор включена все время на этой машине. И она была включена в этот момент. А я думал, ты прикалываешься, блин. Да не, она... Так подожди, начинай тормозить тогда. Тут горка. Да, но... Появилась, да? Да, сейчас уже появились, прогрелись колодки. Фух, блин. Я что-то... Блин, и едет себе. А, ну ж не соображает, блин, ни хрена. Что же оно, блин? У него ж целая рено, блин. Он думает, что все уже это. Сейчас бочину как дал бы ему, и была бы у него не целая рено. Да-да. Страховка есть у тебя? Да. А, ну так вообще можно было не тормозить. Просто, что время потеряем. Нам ехать надо. Да, зачем нам вот эти приключения с милицией? Это такое, это неинтересно. Лучше поехать на округу. Так, тут направо, да. Здесь направо. Блин, слышишь, наверное... Надо снимать. Надо снимать, наверное. Блин, у нас рации нету, сказать им. А, может остановиться, кто-то сзади остановится и скажет пацанам. Сзади едет кто-то? Ну, снимать их быстрее, чем вставить. Не, снимать понятно, что быстрее. Давай тут узко. Не, давай где-то сейчас какой-то карман будет. Потому что тут в повороте, не надо тут останавливаться. Снимать вроде быстро, но где-то что-то зацепилось. Непонятно, да, где? Что-то мы не в ту сторону просто, может, снимать начали. Давай назад. Да. Макс, назад, надо тянуть. Цепи сняты. Стартуем. Возле такого забора остановились ворота, гараж. Сирота какая-то. Дом не видно. Ну да, залупаза, если правильно там все настроить, он бы ехал бы. Он бы ехал нереально. Еще ж клиренжи, понижение, блокировки. Уазовская, конечно, вся схема, она не очень. Надо от Нивы. Да. Все от Нивы надо ставить. Будем восьмое поколение уже, когда строить. Дойдем до Нивы, до УАЗа. Запорожец максимально подготовлен. Сзади подушки безопасности. Сверху. Сверху, это сказал Руслан, для его комфорта съемки. Он взял с собой диван. В общем, максимально подготовлен Запорожец для сегодняшнего недорожья. Сейчас доводим колонну. Да, маедки тут растут на глазах. Так. Убили точку кордона. Там сейчас будет четкий оффроуд немножко другой. Там тоже есть горки. Там есть болото. Там есть все. Включили печку. Подъехать еще прилично. Будем с комфортом. Газ 1160 в этих глухих местах. Дешевле, чем в Киеве. Да, сигнал нужен. В такой машине обязательно. Тут прямая зависимость. Сигнал от тормозов, да? Мы как-то с другой стороны заезжаем. Там была другая дорога вообще. Я думаю, что я сама вообще же говорила, что надо было раньше повернуть. Ааа. Там, где мы цепи снимали, там где-то сразу она была уходить. Никто не подождал, к сожалению. Не подождал. На повороте, да. Ну да, на повороте могли подождать. Чтобы понимать, куда ехать. Джиперы не выдержали унижения, да, и скрылись где-то на бездоре от нас. Да, они от нас уехали. Да, рации нету. Не подождать. Не подождали, да. Надоело унижение. Терпеть унижение, да. От Запорожца. От Запорожца, да. Они заедут на какую гору в Запорожье, везде за ними. Да, ну едем уже сразу по асфальту куда-то, конечно же. Да они такие все в шоке, когда наверх выезжаешь, у них такие глаза думают, как? 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 Да, ну ничего, тут сейчас где-то какая-то точка есть, сейчас будем искать. Я только не... Места, мы когда-то тут были, там движухи у нас, и эти места какие-то знакомые, мы тут катались, но к самому месту выезд на кордон пока я не вижу эту трассу. Макс за нами. Так, в навигаторе, как обычно, точка точно забита, видно, потому что нифига не непонятно и не видно, куда ехать. В тупик заехали. Да. Да. Давай тут направо. В тупик заехали. Тоже нет, там проездное, наверное. Должно быть, да, да, должно быть проездное. Хотя, а, тоже ворота, да? Ворота. Может влево дорога есть. В общем, влево, вот смотри, дорожка или нет. Или это парковка. Влево нету, да, дороги. Нас влево ведет навигатор, но... Нет, дороги нету. Тут все раньше было открыто, все перекрыто. Точка вот... Да, куда-то не туда нас завело. Ладно, будем искать. Так, кружим, кружим. Красивые места, смотри, какие елочки, слышишь, это... Кружки выращивают. Просто выращивают шикарные. Будка собачья охраняет. Ну, что-то, ну, не плохо выращивается, блин. Пожалуй, дело все. Да там разные. Так. Так, нас повернул. Где-то здесь... Куда, на бездор? Ну, да, где-то, блин, скрылся вот тут в деревьях. Вот, да, да. Ну, это нам Крис сбросил просто точку, куда ехать. Вот это наш поворот, наверное, да. Мы просто с другой стороны всегда заезжаем. Да, это похоже на него, хотя поле не так вспаханное. Ну, давай, Макс говорит. До дуба, после дуба налево поворачиваешь и спускаешься в вал. Макс говорит, маршрут здесь, говорит. Ну, не знаю, что-то я... Похоже, да, вроде. Похоже. Сейчас будет красивые места. Тут, да, такое подмороженное, да, Садрик? Да тут вообще что такое? Тут просто какой-то лед. Полнейший. Скользко тут, наверное, да? Наверное. А, Митя, было бы очень, наверное, проблематично. Да. Когда мы тут были, последний раз, было... Был УАЗ токовый, Витя был на УАЗе. Было нормальный тут... Нормальный экшен. Посмотри, как тут замерзшее все. Реально другой климат вообще. В другом мире. Мы попали... Типу... Попали в зиму, да, да. Смотри, как тут и холоднее, и не оттаяло ничего. Какой-то слой микроклимат. Да, вот мусорка. Ориентир. Ориентир мусорка. И, 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 и... И налево здесь, да. Тут налево уходим. Летом все по-другому. Мы были в мае. Насколько я помню, или в июне. В общем, давненько. Пока идем уверенно. Тут на УАЗе, на Стоковом мы отжигали, взлетали. Красивые тут места. Сейчас откроется пейзаж. Удивляет, что все замерзшее, да? Вот это. Ну, попробуй стекло вытереть. Ну, как работает омыватель четко. Да, тут скользко. Тут осторожненько. Давай помедленнее попробуем. Спускаемся вниз. Заглохли. Да, по травке, чтобы не так скользко. Тут кто-то катался. Даже есть небольшие следы. Макс на хвосте. Ну, вот эти прекрасные места. Тут горки. И мы уходим вправо. Ну, вот на эти горки можно пробовать заезжать. Тут мест интересных. Огромное количество. Да, кто-то, смотри, кто-то тут катался. Кто-то катался, да. Кто-то катался. Пока без цепей идем уверенно. Резанули мы по асфальту. Да, лучше, да, по бездору поехать. Лучше по бездору. Ну, уже не получилось, к сожалению. Ну, ничего. Так, едем, так едем. Вот тут влево можно возле сосны есть. Бывают, ребята, на полном приводе. На эти горы заехать можно. А вон там влево, видишь, есть какие-то даже следы. А, вижу, теперь пытаются заезжать, да? Будешь пробовать? Так а нам куда вообще? Ну, нам прямо вот по дороге. А влево можно пробовать. Ну, если цепи одеть, то можно, да, можно. Давай, время есть, можем одеть, протестировать. Тут все-таки более серьезная такая тема. Ну, по асфальту не будем ездить, да? Да, уже по асфальту. В ближайшее время цепи в любом случае надо одевать. Вон она, эта красота вокруг. Вы решили цепи, да, это одеть? Да, мы цепи сейчас оденем. Фары. Да, я вам сигналил, чтобы мы цепи одеть. Фары выключить. Потому что дальше там будет один... Да, я понял, что дальше будет, но там на грязюке их одевать было не интересно. Тут на трассе. Да, смотри, бачок какой, все аккуратненько, омыватель, рулевое. Сейчас мы... Багажник. Баллон ты видел печки? Баллон печки. Размер. Можно зимовать спокойно. Выхлопная, все. Это нам надо было, когда мы ездили. Все красиво. Да, нам бы такую. Витя. Витя, ну что, где ты? Что, Макс, где же еще? Забираю. А что ты там купил? Все? Ну, купил, да. А что ты купил? Там мухатор, который у меня был куплен, но... Да. Мы его завели сегодня на старом зажигании. Ага. На старом зажигании, все, он поработал, я поехал, купил. Ну, мы сейчас подсоединяем. Ага. Ясно. Как у вас там дела? Ну, мы уже на Сундуковском, ждем тебя. Это далеко. Ты на то же место наехал, где был. Синер? Да, ты ровно круг проехал. Давай, на нейтралку поставь, да и все. Хорош, наверное. Косули или кабанов гоняли. Попробуй вон, где накатанное, может. Только ты, когда будешь с горы лететь, не направляй на дискавери. Так, ну, теперь оффроуд настоящий. Какие-то следы на горе. Цепи одеты. По колене надо ездить, по колене. Да, он на цепях. А что, у него 30-ка? 40-ка. Ну, так слабенько едет, да? Ну, такая, подсевший мотор немножко. Говорит, у него зеленый еще есть, который он на полный привод делает. Говорит, там мотор бодрее намного. А коробку разорвал тем мотором. Угу, четыре. Четыре? Блин, офигеть. Как он заезжает, непонятно вообще. Сейчас вам покажу эту гору. Камера, как обычно, не передает, но вот такая. Без камеры. Без камеры очень. Очень. Ты же выехать, а ты не можешь выехать. Я же говорю, где его надо послать. Да. Вот вам и запорожец. Слышишь, вообще шок. Да, такой оффроуд четкий сегодня. Это просто запорожец. Ну, диски шире чуть-чуть, резина больше. Сложно останавливаться. Как летит с горы, видите? Ёханы бабай. Вот это жжет. Еще одна эмоция. Он сейчас цепи поразрывает. Надо без цепей, чтобы он погонял. Подрифтил. Поехали туда. Вот ту гору попробуем. Поехали. Ну, мы туда доехать будет сложно. Тут цепь чуть натянуть надо было. А, я слышал, она барабанит, да. Да. Да, с горы, блин, она вообще не останавливается. С горы летит. Не останавливается, да? Нет, блин. Тормоза нажал. Не хватает сцепления. Да. Сейчас будет оффроуд посерьезнее. Ну, вообще машина удивляет, на самом деле, как она едет. Она вообще налегке заехала. Я почти не газовал. Она заехала в легкую. Просто поражает, на самом деле. Цепи, конечно. Цепи решают. Подклиниваем, что-то стартет стал. А после этого? После воды? Да, после толокунь, после фрифеста, то я в море поплавал. И вот это он иногда мне стал... Я думал, сегодня после лужи. Не сильно подклиниваем, что-то. Толкнем уже.